Как известно, мы, к сожалению, в конце прошлого года не смогли договориться с Украиной об условиях и ценах поставок нашего природного газа для потребителей Украины. Поэтому с 1 января текущего года «Газпром» прекратил поставку для украинских потребителей. Я хочу подчеркнуть, только для украинских потребителей. Что касается европейских потребителей, то мы продолжали транспортировать газ в полном объеме, в полном, 100%. Но, к сожалению, начиная с 1 января «Газпром» поставлял туда эту систему газ, а украинские партнеры начали несанкционированный отбор из экспортных потоков. То есть фактически стали воровать газ из экспортной трубы, то есть у «Газпрома» и у наших потребителей, у вас. «Газпром» начал последовательно сокращать объем поставок на объем украденного в день. 6 января утром Украина перестала транспортировать газ в направлении Балкан, ноль был выхода, но продолжался еще транспортный поток в сторону Центральной Европы в течение всего 6 января. А 7 января утром Украина закрыла выход нашего газа и в направлении Центральноевропейских государств. «Газпром» еще в течение всего 7 января держал открытую свою газотранспортную сеть в направлении Украины. И когда мы поняли в конце, вечером 7 января, что газ с территории Украины уже совсем не выходит в сторону Европы, «Газпром» тоже закрыл свой кран. После того, как по инициативе госпожи Меркель была создана комиссия наблюдателей и подписана в том числе и украинскими партнерами, мы в понедельник на этой неделе с нашей стороны открыли газ в сторону европейских потребителей, полагая, что в первую очередь мы должны удовлетворить потребности наиболее пострадавших стран – Балканских государств и Словакии. И поэтому поставили заявку украинским партнерам на прокачку в сторону Европы 76,6 млн кубических метров для Балкан и 22,2 млн кубических метров для Словакии. Мы получили отказ в письменном виде. Украина отказалась транспортировать этот газ в Европу. Ссылаясь на технические сложности. Какие это технические сложности? Их две. Первое. Выяснилось, что в транспортной системе, экспортной транспортной трубе, где должен был находиться всегда объём 140 млн кубических метров, выяснилось, что газа там нет, он оттуда тоже украден. Это абсолютное технологическое разгильдяйство транзитной страны. Ну ладно, бог с ним, этого объёма там нет. Кроме этого, у них не оказалось ещё газа для того, чтобы сжигать их на станциях перекачки, для того, чтобы толкать газ в сторону Европы. И это нужно ещё 21 млн газа в день. Украинские партнёры в письменном виде, хочу подчеркнуть, у нас есть эта бумага, обратились к нам с просьбой передать этот объём в собственность. 360 млн в январе, 600 млн в феврале и 600 млн в марте. Посчитайте, пожалуйста, возьмите калькулятор, сколько это стоит. Мы обратились к нашим западным основным партнёрам «Пион Рургаз», «Газ де Франс», «Эне», к австрийским партнёрам с просьбой создать консорциум и разделить риски поставки этого технологического газа в Украину. Сегодня и вчера, и сегодня в ходе беседы я так понял, что наши партнёры с этим предложением согласны. Есть, конечно, детали, которые должны быть доработаны на корпоративном уровне. Я думаю, что это будет сделано. Мы знаем, знаем также о том, что перекроив всю свою транспортную систему, Украина сегодня поставляет свой газ для внутреннего потребления из хранилищ на западной границе. И они утверждают, что экспортный поток будет мешать поставкам для внутренних потребителей. Однако, во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что это проблема самой транзитной страны. Они раскурочили свою систему, они пусть её восстановят. Но, тем не менее, мы исходим из того, что мы не должны поставить Украину в трудное положение. Мы это прекрасно понимаем. И сегодня, в разговоре с госпожой федеральным канцлером, мы договорились о том, что будет правильным и целесообразным создать группу международных экспертов, которые в соответствии с протоколом, подписанным ранее, могут и должны проверить техническое состояние газотранспортной системы Украины и определить наиболее оптимальные потоки нашего газа на экспорт в Европу. С тем, чтобы обеспечить, с одной стороны, экспорт, а с другой стороны, гарантировать и нас, и наших потребителей от бесконечного воровства. Я очень рассчитываю на то, что этот механизм будет создан как можно быстрее. Хочу обратить Ваше внимание на то, что уже сегодня мы еще раз поставили заявку на прокачку нашего газа в сторону Балкан, и сегодня опять получили отказ. Я только хочу добавить, важно, чтобы мы дошли до состояния, где не одна страна, как Словакия, или какая-нибудь другая страна на Балканах получала газ, но чтобы весь объем поставлялся на Западную Европу. Вот такого состояния надо достичь быстро, потому что возникла очередная сложность, которую я еще не видела в понедельник, потому что можно было качать весь газ в Европу, и тогда наблюдатели могли бы это проверить. Но если бы мы нашли на этом основании решение, то это тоже хорошо, но его надо быстро осуществить. Я бы добавил, это абсолютно правильное замечание, госпожа федеральная канцлера. Газпром говорит, что Украина имеет все технологические возможности прокачать наш газ на Балкан. Государственная компания Украины говорит, что такой возможности нет. Этот спор может продолжаться бесконечно. И поэтому мы обращаемся к нашим европейским партнерам. Давайте создадим группу независимых экспертов, направим ее на Украину и выработаем наиболее оптимальные потоки транзита. С предотвращением воровства, как я уже сказал. Агентство Интерфаксов. У меня вопрос к обоим участникам. В связи с возникшими газовыми проблемами, насколько странам видится актуальна тема построения проекта Nord Stream в данной ситуации? И второй вопрос. Будет ли Германия представлена, если будет, на каком уровне, на предстоящей в субботу в Москве конференции, посвященной газовой проблеме, конференции стран-потребителей нашего газа? В проекте Nord Stream для нас вообще ничего не изменилось. Мы хотим, чтобы этот трубопровод был быстро построен. У нас есть некоторые процедуры получения разрешения, которые надо преодолеть. Здесь, как раз в Скандинавске, страны отвечают за проток. Есть политическая приверженность федерального правительства этому проекту, но мы не можем ждать, пока у нас будет построена эта труба, чтобы возобновились с поставки газа, но этот проект планируется дальше. А что касается саммита, то мы в Европейском Союзе договорились о том, что завтра Европейский Союз будет представлен у российского президента комиссаром Пибальксом и чешским министром энергетики. То есть это будет представиться со стороны чешского председательства. Мы об этом договорились, и я думаю, что они представят позицию всех нас и внесут в решение проблемы. В связи с сегодняшним кризисом проблема дополнительных транспортных возможностей поставок наших энергоносителей, российских энергоносителей в Европу становится особенно актуальной. Но я бы не хотел сейчас нагнетать здесь обстановку, лишнюю истерику. Ведь эти проекты, и Северный поток, и Южный поток, они не направлены против кого-то. Они не направлены ни против одной транзитной страны. Все эти дополнительные транспортные возможности, вся эта диверсификация создается для того, чтобы обеспечить дополнительные поставки нашим европейским потребителям. Дополнительные. Но, конечно, в сфере происходящего кризиса ясно, что такие проекты являются востребованными. Продолжение следует...